Всех приветствую! Сборка 6268. Новый игровой системный блок, построенный в корпусе First Player Firedancing V7. Большой ATX корпус, возможность разместить систему водяного охлаждения на верхнюю секцию. В комплекте идёт три вентилятора на вдув, один на выдувы. Сбоку и спереди у нас закалённое стекло, спереди у нас такой вот тонировкой с окнами под вентиляторы 120 мм. Корпус очень высокий, можно на верхнюю панель поставить вентиляторы 140 мм, либо 120 мм. Ну а водянка ставится, есть соответствующий отступ. На корпусе есть разъёмы СБИ 3.0 и 2.0, выходы на наушники, на микрофон и стекляшка довольно-таки сильно вынесена. В общем воздуха здесь будет вполне себе хватать. Построен системник на базе процессора Intel Core i7-12700. Это 12 ядер, 20 потоков. Два типа ядер присутствуют, высокопроизводительные и энергоэффективные. Здесь 8 высокопроизводительных, которые могут делиться на потоки. Получается 8 ядер, 16 потоков. И плюс 4 энергоэффективных ядра. Вот получается такой хитрый процессор. С этими процессорами может работать только Windows 11, так что не советую вам ставить десятку. Всё-таки десятка уже с такими процессорами, с двумя типами ядрами, перестала адекватно работать. Могут не идти какие-то игрушки современные, либо наоборот, могут не идти какие-то старые игры, будет тормозить. В общем, всё хитро. Но Intel пошло своим путём. И маркетинг здесь рулит. Ну и действительно, процессоры получились очень производительные. И вот с 12 серии получился такой большой-большой скачок в производительности. Не просто мы теперь переименовываем процессоры, как в предыдущих поколениях. Было i7, стало i5 и так далее. Здесь у нас всё хитрее. Две планки памяти по 16-ми 32 гигабайта. В профиле разгона на 3200 МГц на 16-х таймингах. Это Adata XPG Spectrix. Из такой вот RGB-подсветкой и радиаторами. На плату можно поставить до 128 гигабайт памяти, если использовать 32-гиговые модули. Процессор умеет греться. Хоть как бы он и 65-ваттный, но примерно 130-140 Вт может в пике потреблять. При том, что процессор не кашный. Чтоб этот пик был возможен, нужна хорошая соответствующая материнская плата. С достаточным количеством фаз питания. И 2 ДО питания тоже обязательно для подобных процессоров. Процессор у нас охлаждается кулером ID Cooling 224 на 4 тепловых трубках. Это примерно 150 Вт, вентилятор 120 мм, тоже у нас с такой вот подсветочкой. Ну, а плата называется MSI B660MA Pro, не A, Pro, да, наверное, DDR4, еще и с Wi-Fi адаптером. Двухдиапазонный Wi-Fi приемник здесь стоит с Bluetooth адаптером. На плате есть два посадочных места M.2 под SSD накопителем. Верхний у нас имеет, собственно, радиатор. И под ним находится SSD на 500 ГБ Kingston NV2. Это самый бюджетный из породистых накопителей с интерфейсом PCI-Express 4.0 и скоростью чтения 3500 МБ в секунду. В общем, скорость у нас высокая, примерно в 5 раз выше, чем у обычного SATA накопителя. Видеокарты GeForce RTX 3060 на 12 ГБ, обычная, полноценная, 192-битная на 12 ГБ. Появились у нас сейчас 8-гиговые карточки, которые 128-битные на 8 ГБ. Они примерно на 17-20% слабее. Вот у нас результат теста вышел, 9300 попугаев. Обалденный результат, на самом деле. И, как мы можем видеть, даже если мы будем играть в 4К играх, это примерно уровень 85-90 кадров в секунду на ультрах. Ну, а вообще, конечно, для такой видеокарты идеально. Это мониторы с Full HD разрешением, чтобы играть во все-все-все современные игрушки на ультра настройках и ни в чем себе не отказываться. Видеокарточка имеет 3 тепловые трубки, гигабайт и галфной, реализован фан-стоп, то есть вентилятор будет стоять, пока у вас видеокарта не будет нагружена игрушками. Соответственно, она не греется. Даже здесь не 3 тепловые трубки, а 4 тепловые трубки. В общем, классные карточки. И ценник пока еще вкусный. Закупились мы перед Новым Годом, поэтому еще пока есть видеокарты по старым ценам. Карты уже взлетели. Чтобы это все дело у нас работало, чтобы был блок питания, 2 доп. питания, мы поставили блок питания на 750 Вт Deepcool PF750 с артикатом 80+, стандарта. Блок имеет 3-летнюю гарантию. И на такой блок питания можно вешать и более мощную видеокарту. Тот же RTX 3070-38 спокойно на этот блок питания можно повесить. В результате ценник у нас 91 тысяча рублей. Хороший мощный игровой системник, чтобы поставить. Или опять, наверное, к нему не прикасаться. Но максимум можно будет потом в будущем докупить жесткий диск. Либо, опять же, докупить можно SSD накопитель. Также в M.2 разъем его воткнуть. Здесь на терабайт, либо на 2. Здесь можно купить уже и бюджетный накопитель с SATA интерфейсом. Здесь скорость будет особо не важна. Ну, а надо поставить жесткий. Внутри есть корзина по два жестких диска. 3,5 дюйма, либо 2,5 дюйма. Вот такой вот получился симпатичный. Очень красивый и очень вкусный, на самом деле, по цене системник. Можно по ценникам пробежаться. Неважно, ДНС, Теллинк. И обратить внимание, что цены у нас сильно-сильно ниже. Но это вот, скажем так, те остатки, которые остались до нового года. После нового года. И мы будем покупать уже задорого. Соответственно, ценники будут выше. Продолжение следует...